Привет, НЛПР! В этом видео поговорим с тобой о техниках НЛП, которые можно использовать для детей. НЛП для детей. Будем разговаривать о техниках коммуникативных и будем разговаривать о техниках, с помощью которых ты можешь влиять на состояние своего ребенка. Также поговорим о техниках, которые ни в коем случае нельзя использовать. И знание этих техник тебе поможет не наделать беды, избежать психотравмы твоего ребенка и так далее. Итак, переходим сразу с места в карьер. Первая техника это подстройка по дыханию. Мамы, как правило, эту технику выполняют интуитивно. Что они делают? Они ловят ритм дыхания своего ребенка, они интуитивно синхронизируют свое дыхание с дыханием своего ребенка и потом замедляют свое дыхание для того, чтобы ребенок успокоился, замедлился или даже заснул. Это работает с детьми любого совершенно возраста. И женщины, те у кого есть дети, они знают эту технологию. Но было бы круто, если бы мужчины тоже знали об этом. Поэтому если ты знаешь отцов, которые могут адекватно воспринять это видео, пожалуйста, поделись с ними этим видео. То есть мужчина тоже может, если вот допустим ребенок не хочет ложиться спать, не успокаивается, перевозбужден. Что можно делать? Можно услышать ритм его дыхания, синхронизировать свой ритм дыхания с его ритмом дыхания и потом постепенно начать замедлять свой ритм. И ритм дыхания ребенка тоже начнет замедляться, и он в конечном итоге уснет. Но это действует не только с детьми. Вот так как наше видео про детей, поэтому будем говорить о детях. Итак, следующая техника. Следующая техника это якорение. Наверняка ты знаешь такой процесс, который называется стимул-реакция. Концепция стимул-реакция академика Павлова. В чем она заключается? Я здесь коротко расскажу смысл, а более подробно ты посмотришь в другом видео. Смысл в том, что когда человек испытывает определенное состояние, мы можем ставить ему якорь. То есть мы можем делать какое-то прикосновение к телу другого человека, в данном случае ребенка. И это состояние будет якориться. Это состояние будет запечатляться. То есть как это выглядит. Потом, когда ты будешь точно так же дотрагиваться до этого участка тела с такой же интенсивностью, теми же пальцами, или одним, или несколькими, или даже всей рукой, ты будешь воспроизводить у него это состояние. Какие здесь бывают ошибки? Есть такие родители, которые обнимают своих детей преимущественно, когда они плачут. И что происходит? И вот люди неосознанно обнимают своего ребеночка каким-то одним определенным удобным для него образом. И как правило, вот я сейчас рассказываю не про тебя, я сейчас рассказываю про тех людей, которые действительно только обнимают своих людей, когда они плачут, когда они хотят их успокоить. Что происходит? Когда ребенок плачет, он испытывает неприятное состояние, не какую-то негативную эмоцию. И если ты обнимаешь его каким-то определенным образом, ты ему, соответственно, ставишь кинестетический якорь. И ты у него запечатляешь это состояние. Ты много-много раз это повторяешь, если ты это делаешь преимущественно, когда он плачет. И потом, когда тебе вдруг под хорошее настроение захочется обнять своего ребенка. Ты его обнимешь, ты воспроизведешь якорь, и он будет себя чувствовать плохо, и может даже испытать какое-то негативное состояние. Надеюсь, ты понимаешь, еще раз, есть состояние, есть какой-то стимул. Если человек смеется, радуется, ты можешь поставить ему якорь там на локте, к примеру. В любом месте, в любом месте тела ты можешь поставить. Давай применимо к детям. Как можно выходить из этой ситуации и иметь себе такой хороший инструмент для погашения негативных эмоций ребенка? Каким образом ты можешь поступать? Ты можешь, когда ребенок плачет и хочет, чтобы ты его обнял, обнимай его одним способом. Допустим, справа. Когда ребенок радуется, и ты хочешь просто порадоваться вместе с ним, обнимай его другим способом. Условно говоря, слева. Ты сам придумаешь себе способ, как ты можешь по-разному, в зависимости от состояния, обнимать детей. И что ты можешь потом делать? Если ты уже много раз обнимал ребенка, условно говоря, слева, когда он радовался и много раз обнимал ребенка справа, когда он печалился или плакал, ты можешь сделать ему коллапс и якорей. Сейчас объясню, как это можно сделать. Это можно сделать очень легко. Ну, представь себе ситуацию. Твой ребенок заплакал, все, что-то случилось, и ты хочешь вывести его из этого состояния. Тогда ты заходишь, обнимаешь его справа, так как ты его обнимал, когда он плачет. А потом, пока ты его обнимаешь, ты незаметно для него начинаешь обнимать его так, как ты его обнимал слева, когда он чувствовал себя хорошо и был жизнерадостным. И таким образом, ты будешь только за счет объятий, только за счет киноэстетических якорей переводить его в ресурсное состояние. И одновременно будешь коллапсировать, будешь затирать негативное состояние. Я надеюсь, что ты понял, как это делать. Если непонятно, сниму подробное видео. Напиши в комментариях, понятно ли тебе эта технология. Смотри, что еще можно делать с якорями. Якоря же бывают. Визуальные, аудиальные и киноэстетические. Вот мы сейчас с тобой поговорили только про прикосновения, только про киноэстетические. Что ты можешь еще делать? К примеру, если твой ребенок испытывает состояние радости, умиротворения, делай на это тоже позитивное подкрепление каким-то определенным образом. Как ты можешь это делать? Ты можешь, допустим, выбрать какое-то место на его теле. Очень хорошо работает область тела между лопаток. И когда ребенок чувствует себя хорошо, когда он жизнерадостный, просто подлавливай это состояние и делай прикосновение ему между лопаток. Условно говоря, между лопаток. Ты можешь выбрать любое другое место. Ну то есть, условно говоря, расчерти тело своего ребенка, как бы не смешно это звучало, на какие-то определенные зоны, куда ты периодически дотрагиваешься, при разных состояниях. И таким образом ты сможешь управлять состоянием своего ребенка. Если ты будешь, когда твой ребенок чувствует жизнерадостным, защищенным, то есть, в спокойном, хорошем состоянии, много раз прикладывать руку к одному и тому же месту, то в дальнейшем, когда он будет испытывать что-то неприятное, ты можешь приложить руку к этому месту, и таким образом его состояние изменится. То есть, ты можешь ставить своему ребенку еще и ресурсные якоря. Это очень важно, это очень круто будет, если чем можно большее количество родителей будут знать, как это делать и ставить своим детям чем можно больше позитивных подкреплений. Я своей дочке ставлю много позитивных якорей. Думаю, что ты тоже возьмешь на вооружение эту технологию. Дальше. Несмотря на все сложности, несмотря на то, что наши детки не знают многих терминов, в них внутри, в принципе, происходит, по большому счету, то же самое, что и в нас. И в NLP есть такая технология, как работа с субмодальностями, работа с внутренними представлениями. Что это значит? Когда ты представляешь себе какое-то событие, у тебя есть внутри картинка, у тебя есть звук и есть ощущение, которое вызывает эта картинка и этот звук. Твоего ребенка то же самое. И если ты представляешь негативное событие, то у тебя в голове есть определенное представление об этом негативном событии. То есть сама картинка, она будет представлена в каких-то качествах. То же самое, если ты представляешь позитивное событие, то у позитивного события тоже есть какие-то определенные качества. Сейчас объясню, что это за качество. Близко-далеко. Цветная-черно-белая. Четкая-размытая. Контрастная-неконтрастная. Есть у этого представления рамка или нету. Ну, представляешь ты себя внутри этого события или снаружи этого события. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Какие там есть звуки, какие там есть ощущения. То же самое происходит у твоего ребенка. Сейчас приведу небольшой пример. У меня дочка в определенный период своей жизни, ей сейчас 11 лет, а вот когда ей было лет 8-9, она пугалась. Она пугалась от того, что дом старый, многоквартирный, и кто-то ходит там сверху, кто-то храпит сбоку. И она себе рисовала какие-то картинки. Она боялась, что к ней там кто-то придет, какая-нибудь бабайка ее укусит, и так далее, и так далее, и так далее. И что я как НЛП предпринял? Когда она меня звала, говорит, папа, я боюсь, что тут кто-то ходит. Я начинал с ней играть. И дети очень хорошо включаются в эту игру. Как здесь ты можешь поиграть с субмодальностями? Сейчас поясню. Ты на моем примере сейчас поймешь. Когда мне дочка начинала рассказывать, что она там представляет какое-то чудище, я у нее начинал уточнять. А это чудище какое? Оно большое или маленькое? На каком ты расстоянии это чудище видишь? А какой фон? Темный, светлый? И так далее. Я старался собрать, чем можно, большее количество качеств, которые присутствуют ее внутреннему представлению. Потому что чудища-то никакого нет, но она себе это представляет. Что я делал дальше? Я дальше задавал ей вопросы. А как это чудище звучит? Какие есть звуки от этого чудища? Оно тихое или оно издает какие-то звуки? Они тихие или громкие? Они далеко или близко? И так далее, и так далее. Потом я играл с ней в игру, уточняя у нее кинестетические субмодальности. А вот если к этому чудищу притронуться или рядышком с ним стоять, оно теплое или холодное? Какое оно по ощущениям? И так далее, и так далее. То есть, собирал качества ее внутреннего представления. И все это было в форме игры. Все это было в форме игры. Когда я собрал несколько нужных качеств этого представления, когда уже у меня, в том числе, картинка сложилась об этом чудище, что я делал? Я начинал ей помогать изменить эти субмодальности. Я ее просил сделать эту картинку, если она была подвижной, сделать ее статичной. Чтобы она сделала как фотография. Чтобы чудище не двигалось. Как будто бы замерзло. Я просил ее это чудище отдалять, приближать. Я просил ее размывать фон. Если она видела чудище на темном фоне, я просил сделать чудище на светлом фоне. Представь, как будто мы включили свет, и стало светлое, это чудище уже выглядит совсем по-другому. Я просил ее менять чудище в размерах. И таким образом, я нащупывал ключевые субмодальности, которые влияют на ее состояние. Да, мы там удаляли, включали свет, делали, чтобы это чудище было беззвучное. Не испытывали никаких ощущений. То есть, оно было ни теплым, ни холодным, ни горячим, никаким. И таким образом, работая с субмодальностями ребенка, я ее успокаивал. Они очень хорошо включаются в эту игру. И это чудище больше не возвращалось. Буквально 3-4 раза такого общения, когда ты уже понимаешь, о чем здесь речь, включаешь ребенка в эту игру, начинаешь отдалять, и так далее, и так далее. Бери на вооружение. Это очень, очень хорошо. С детьми работает. Дальше. Что ты еще можешь применять, зная технологии нейролингвистического программирования для детей? Следующая и очень важная вещь, это знание модальностей, знание, к какому типу человека относится твой ребенок. Визуал он, аудиал он или кинестетик. Либо визуал-кинестетик, либо кинестетик-визуал, либо аудиал-кинестетик, либо аудиал-визуал и так далее. То есть нужно понимать, какая система восприятия у твоего ребенка. Почему это важно? Дело в том, что наша школьная система образования построена таким образом, что в целом она настроена на самом деле на аудиалов. У нас учитель читает тебе книжку, либо читает тебе какую-то теорию. Может быть, это очень хорошо, если он еще что-то вербализирует на доске. Это очень круто. Но чаще всего происходит так, что у нас в принципе информация передается в школе через аудиальный канал. И это моя боль большая. Потому что на самом деле больше всего людей визуал-кинестетиков, либо кинестетиков-визуалов. Порядка 80%. И получается, наша школьная система образования неэффективна, потому что она заточена больше на аудиалов. Кто может легко воспринимать аудиальную информацию, те, как правило, становятся более преуспевающими в учебе. Преуспевающими в учебе. И вот даже на самом деле, вот сейчас многие родители жалуются, что их дети втыкаются в смартфоны, смотрят там видосики всякие, там мультики, видео, обучающие какие-то штуки. И это ведь не просто так. Потому что визуалов больше. И большее количество детей воспринимает визуальную информацию. Это не хорошо и не плохо. Это вот просто как есть. И, конечно, если есть в интернете какие-то хорошие, интересные, обучающие видео с какой-то визуализацией, с инфографикой, то ты можешь брать эти видео и давать своему ребенку смотреть. Для того, чтобы он... Если ты определил его как визуал, как визуал и кинестетика, давай ему смотреть эти видео, обучающие, которые сделаны с хорошей инфографикой, и он будет лучше обучаться и будет обгонять других. Дальше. Когда ты прояснил, кто по ведущей системе восприятия твой ребенок, как это сделать? Ну, во-первых, можно это прочитать по глазодвигательным стратегиям. Если глазки у ребенка чаще бегают вверху, то, скорее всего, у него визуальная система лучше работает. Если вот так вдоль ушей, то у него больше развита аудиальная система. Если внизу, то это кинестетическая. И если ты определил, кто твой ребенок, то пойми одну вещь, что дети учатся и обучаются всегда. Они постоянно в учебе. Они пришли в этот мир, вообще ничего не знают. Это не такие люди, как мы. И они находятся в постоянном процессе обучения. И ты ему, пытаясь рассказать какие-то вещи, если ты определил его как визуала, ты пытаешься ему рассказывать какие-то сложные вещи, он их не поймет, ему нужно показывать. Это если он визуал. Если он кинестетик, то лучше всего организовать процесс обучения и знакомства с этим миром таким образом, чтобы он мог трогать это. придумывать какие-то тренажеры. Их очень много. Погуглишь в интернете. И так далее, и так далее, и так далее. Вот это очень важно. Это очень важно, потому что мы часто ругаем своих детей за то, что у них плохая успеваемость, а вот система образования построена не очень, не очень. Не учитывает вот этих особенностей. Очень круто, когда учитель начинает что-то зарисовывать. Пускай не художественно, просто зарисовывает какие-то вещи, делает блок-схемы, дает детям что-то попробовать, что-то потрогать. И это очень круто работает. То есть кроме аудиального канала есть еще как минимум два. Кинестетический и визуальный. Визуальный канал очень важно задействовать, потому что 80% людей визуалы. Поэтому имей это в виду и подумай, как ты можешь своему ребенку, обучая его чему-то, а ты его обучаешь чему-то постоянно, показывать то, что ты ему хочешь донести. А теперь поговорим о не очень приятных вещах. Поговорим об ошибках. Смотри, когда ты знаешь базовые технологии гипноза, ты должен знать, что есть такой гипнотический феномен, который называется каталепсия. Это признак транса. И многие родители допускают вот какую ошибку. Допускают ошибку в том, что иногда они своему ребенку в каких-то нестандартных ситуациях делают разжив шаблона. Что это значит? Простой пример. Ребенок бегает, резвится где-то недалеко от дороги, начинает приближаться к дороге. Родитель ему может резко крикнуть стой, резко неадекватно, не так, как он кричит обычно. У ребенка становится разжив шаблона, он в какой-то момент времени замирает. В какой-то момент времени замирает. И ты должен знать, что в этот момент времени, когда ребенок замер, ты должен понимать, что он находится в состоянии глубокого транса. У него разрыв шаблона. И в этот момент ни в коем случае нельзя своего ребенка ругать, и говорить его, и тем более обзывать какими-то вещами, и не рассказывать о последствиях. Вот пока он замерзший, пока он находится в состоянии транса, это может быть как и 2 секунды, так может быть и 20 секунд. Поверь ты мне, это очень глубокое состояние, и ты аккуратно, точнее неаккуратно, обронив какое-то слово, можешь ему встроить внушение на всю жизнь. Я работал с одним парнем, которому в такой вот детской ситуации, он там что-то игрался возле дороги, что-то там бежал, ему мама начала резко кричать «Стой!» У него случилось вот это вот замирание каталепсии, разрыв шаблона, и она ему потом вдогонку кричит «Дебил, машина собьет!» Как думаешь, сколько раз в жизни этого человека сбивала машина? Шесть раз. Шесть раз этого человека сбивала машина, потому что у него внутри сидело внушение, что ты дебил, и что тебя машина собьет. Так или иначе, он всегда, как бы это не смешно звучало, он всегда находил для себя эту возможность бессознательно совершенно, чтобы его сбила машина. Потому что было вот такое внушение. Мы долго работали в терапевтической сессии с вот таким внушением, которое было сделано в детстве. И сейчас я точно знаю, что его машины уже перестали почему-то сбивать. Вот такая вот магия. То есть ты должен знать основные признаки транса и основные способы внушения. Как происходят внушения, как они делаются, и быть с этими вещами максимально осторожным. Точно так же ты можешь своему ребенку внушать что-то позитивное. Если ты калибруешь признаки транса у своего ребенка, то ты можешь делать ему позитивные внушения. У тебя все получится. Ты самый лучший. Ты станешь невероятно богатым. Ты будешь невероятно здоровым. Ты будешь там таким... Ну все, что ты хочешь позитивного встроить своему ребенку. Поэтому обязательно изучи. На моем канале есть хороший прямой эфир, где я рассказываю про разговор на гипноз. Там я по полочкам перечисляю все признаки транса. Если ты наблюдаешь признаки транса, тебе очень стоит поучиться делать позитивные внушения своему ребенку. Минута важной и полезной информации для тех, кто находится в городе Минске и для тех, для кого не безразлично психологическое состояние своего ребенка. Мои коллеги из Белорусского государственного педагогического университета создали уникальный проект, который называется «Личность дети» для детей в возрасте от 6 до 14 лет. В этих группах наши коллеги-психологи помогают вашим детям адаптироваться к современной реальности. Если вдруг твой ребенок начал тебя обманывать, если вдруг твой ребенок не умеет адаптироваться к новой обстановке в новом коллективе, если вдруг твой ребенок не умеет выражать свои эмоции, если вдруг твой ребенок не знает, как отстаивать свои личные границы, рекомендую тебя сводить своего ребенка на пробное занятие в мини-группу возрастом от 6 до 14 лет в общем все подробности будут по ссылке в описании на проект личность дети приглашаю тебя позаботиться о психологическом состоянии твоего ребенка что еще могу тебе порекомендовать изучить для того чтобы сделать своего ребенка более счастливым человеком по жизни в нлп есть такая техника которая называется реимпринтинг мы с помощью этой техники прорабатываем психотравму которая образовалась в детстве у детей в период от рождения и где-то до 6 7 лет есть такой период который называется импринтинг когда у детей происходит запечатление у него происходит моментальное обучение каким-то реакциям и она как правило длится всю жизнь я тебе рекомендую очень посмотреть от начала и до конца технику реимпринтинга которая есть на моем канале и там в самом начале я рассказываю как образовывается из чего складывается психотравма когда ты будешь знать из чего складывается психотравма ты уже будешь более осознанно подходить вообще к воспитанию ребенка и ты будешь уже понимать где и какой урон ты можешь ему нанести который будет влиять на всю его жизнь поэтому очень рекомендую посмотреть это видео потому что там ты сможешь разобраться не только со своими проблемами но еще сделать так чтобы у твоих детей не было подобного рода проблем и конечно на сто процентов ты не избавишься от того чтобы не нанести своему ребенку психотравма тоже прими как данность что мы как родители наносим своим детям так или иначе отпечатки поэтому не нужно переусердствовать но базовые какие-то вещи там я привожу несколько кейсов хороших как ребенка наругали за то что он описывался в общем посмотришь видео посмотришь видео там все подробно расписано должен знать как формируется у человека психотравма тогда ты будешь подходить к своему к воспитанию своего ребенка более осознанно ну и напоследок ну и нужно отказаться если ты не хочешь вырастить из своего ребенка шизофреника тебе нужно хорошо проанализировать свою коммуникацию в нлп есть такое понятие как двойные послания double bind их называют эту технологию вы вы вывел грегори бейтсон но это неважно кто ее вывел здесь очень важно проанализировать а не делаешь ли ты двойных посланий своему ребенку сейчас поясню как происходит двойные послания ну допустим ты говоришь своему ребенку будь пожалуйста разговорчивым общайся все хорошо и одновременно как только он начинает быть разговорчивым как только он начинает высказывать какое-то свое мнение ты сразу ему говоришь так тихо помолчи то есть двойное послание она обычно очень негативно влияет на человека когда его посылает значимая личность а ты для своего ребенка значимая личность и он не может тебе объяснить что ты ему говоришь противоречивые вещи стой там иди сюда это называется вот запомни эту метафору стой там иди сюда когда ты говоришь стой там иди сюда у ребенка происходит расщепление личности он получает двойной посыл и он не знает как себя вести у него нет выхода как выходить из подобного рода ситуации как часто родители детям делают двойные послания они говорят говори всегда правду будь честным говори правду но когда ребенок начинает говорить правду хочет чем-то поделиться они за эту правду начинают его ругать и это тоже двойное послание твой ребенок не знает как ему быть в этой ситуации он в любом случае получит люлей если он говорит тебе правду то ты его начинаешь за эту правду ругать если он тебе не говорит правду ты потом эту правду узнаешь и ты все равно начинаешь его за эту правду ругать и что ему делать у него происходит психотравма причем такая ты можешь довести вот этими двойными связками двойными посланиями любого человека а еще легче своего ребенка до шизофрении еще классический пример двойного послания ты бьешь своего ребенка или там жестко агрессивно его там поносишь какими-то словами и одновременно говоришь я тебя люблю и здесь тоже двойной посыл есть тоже двойное послание как можно любить и одновременно бить и у ребенка нету понимать и он не может тебе возразить потому что если он тебе начнет возражать и говорить что как же так ты меня любишь и бьешь ты начнешь раздражаться еще сильнее говорить будешь что я тебя люблю потому что я тебя воспитываю вот так вот потому что ничего не понимаешь и ребенок маленький он не может тебе возразить не к но у него образуется вот уже такая шизофрена генная коммуникация благодаря тебе он будет искать себе потом очень большие проблемы во взрослой жизни поэтому анализируй свою коммуникацию на наличие двойных посланий это очень важно все эти техники о которых я тебе рассказал ты можешь посмотреть более подробно на моем канале а если ты хочешь их прям внедрить в свою жизнь то приглашаю тебя на свой курс нлп практик онлайн благодарю тебя за просмотр этого видео и поделись этим видео с теми людьми кто является родителям пускай счастливых детей на этой земле станет больше пока пока